Приветствую вас! Я думаю, что ситуация сложна тем, что вы чересчур эмоционально вовлечены в своего мужчину, вот, чересчур от него, возможно, зависите, чересчур в нём нуждаетесь, вот, и когда вы пишете такие вещи, что, ага, значит, я не могу, не представляю своей жизни без тебя, вот, это, в общем-то, ну, намекает, намекает на созависимые отношения, вот, а они крайне нежелательны, ну, потому что они вредны, вредны, вот. Кроме того, вы не написали, что конкретно случилось, что конкретно произошло и, собственно, значит, ну, почему вы не смогли, как бы, быть вместе, да, то есть из-за чего вы не можете быть вместе, вот, это, в общем-то, момент, он, он, по сути, ключевой, вы его не описали, вот, и непонятно, может быть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сделать конкретно, ну, ничего, ничего нельзя, например, сейчас, на данный момент. Либо это случайность, и это действительно можно и нужно пережить вам. Вот. Но не будет понятно, пока всей ситуации вы не расскажете. Вот. Не будет понятно, пока вы всей вот ситуации своей не опишите. Понимаете, да, чем идет речь? Дальше. Так. Общаюсь с молодым человеком на расстоянии и прижимаю в разных регионах. У него есть ребенок, а первый брак у меня. Здесь сразу очень важный момент, почему ваш брак расстался, и почему его? Вынесли ли вы какие-то уроки из вот тех историй, которые произошли? То есть, определили ли вы для себя, почему ваш брак распал? К примеру, понимаете ли вы, почему он распал? Вот. Из-за чего, ну, соответственно, у мужчины брак, ну, тоже непонятно, почему брак распался, да? То есть, это нужно вот исследовать, это нужно выяснять и разбирать, почему брак распался у вас и у мужчин, вот. Вот. Мне кажется, очень важно. Это очень важно для вас. Ну, именно для вас. Это очень важная история. Вот. Дальше. Значит, у вас отношения на расстоянии. У вас отношения на расстоянии. Как они сложились? Что между вами общего, молодым человеком, что вас связывает друг с другом, это все важные моменты, понимаете, это все важная история, это все очень сильно влияет на вас и на то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Ведь на расстоянии-то вы отношения тоже начали строить, вероятно, ну, не на пустом месте, да, то есть что-то этому предшествовало, что-то послужило началом, условно говоря, отношениям, вот. То есть это тоже необходимо определить для вас, понимаете, да, о чем идет речь, я надеюсь. Дальше идем. Значит, отношения у нас хорошие, дело идет к заключению брака. Вот тоже такой не совсем ясный момент. Отношения хорошие, дело идет к браку. А как, значит, дело идет к браку, да, как дело идет к браку? Если вы на расстоянии, то есть непонятно, жили, жили ли вы вместе, еще, или не жили вы вместе, еще. Это вот то, что нужно также предследовать, ну, чтобы определить, да, вот, потому что пока не совсем, не совсем понятно. Понятно. Пока, о чем, о чем, собственно говоря, идет речь. Вот. Дальше. Возникла ситуация, при которой он переехать ко мне не может, и я к нему твой. И как эта ситуация возникла? Что это за ситуация такая? То есть, складывается такое впечатление, что никто из вас не хочет делать шаг вперед. Ну, я не знаю, боится, может быть, или что-то типа того. Понимаете? То есть, непонятная история, опять-то. Что это, что это за ситуация возникла? Он не может приехать, допустим, из-за работы, а вы почему не можете приехать? Как тогда вы планировали брак? Он расстроится, сказал, что не в себе, и плохо понимает, что делать дальше. Ну, это нормально, потому что отношение на расстоянии, а теперь, по сути, никакого решения больше нет. Ну, то есть, вот, от слова, от слова, совсем, да, никакого, никакого решения вообще, больше нет. То есть, э-э-э-э-э-э. Смотрите. Вы не вмеетесь, вместе вы быть, не может. Ну, не можете. Вот. Э-э-э-э-э-э-э-э. Вот. Вот. Вот такая вот история. Я никто не знает, что делать дальше. Через два дня я написал, что очень любит, но не видит наших отношений в будущем, так ему тяжело растить дочь и работать до ночи. А где связь между тем, что он растит дочь и работать до ночи? Вы могли бы помочь ему, просто не с кем оставить ребенку. Так опять же, вы могли бы помочь дочь без предсмотр и просто за все прощения. Я была просто раздавлена. Чем? Вот знаете, да? Раздавлена, Екатерина. Чем? То есть мало того, что вы выбираете себе определенного мужчину в отношении, да? Ну, такого, который не готов трудности преодолевать. Вот. Вот. Понимаете? Какая, какая история. Дальше. Он всегда писал мне, что какие бы ситуации не были, мы должны быть вместе и все вынесем. Вы ему поверили? А на себя выполагаетесь? Я написал, что тоже не представляю жизни без него и мы обязательно что-то придумаем. Ну, довольно такая, клещи, клещированная фраза на самом деле. Вот. Ну, на мой взгляд. Т.е. Если вы реально что-то можете предложить, предлагаете, а если ничего не можете предлагать, то, наверное, предложите, то, наверное, лучше мне предлагаете. Он написал, что считает так же не видит и без меня не видит смысла жить, жить. Ну, видите, да? То есть каждый раз слишком сильно друг на друга, ну, друг на друга зацикнулся, да? Вот. Вот. Ага. Потому что не удовлетворены сами, т.е. не вы, не вы, не он, а, смотрите, не удовлетворены, видимо, сами по себе. Вот. Ага. Вот, в принципе, такая вот история. Эмм. Дальше. Дальше. Эээ... Сейчас очень много работают, но если с тем ими дядя нянь него не пишет, а вы, вы ему пишете, эээ, как бы, по какой причине вы идете только от него, от него сообщения. Хотя нянне приходило бы смс или звонка. Такое впечатление, что вы через черную сдаете среди его смс к звонка. А кто есть во внимании? Т.е. вам не хватает внимания. Правда, год назад, когда мы только начинали общаться, начали общаться с подробностью, он исчез на полтора месяца, когда появился, мне это точно не понравилось, я ему потом сказал, а почему вам не понравилось? Если вы подружки общались. В чем? Он говорит, что он был в России, уехал в работе, у меня бывает такое. Вот и сейчас новый вопрос, что не надо отдалясь к другому, написал, что ему легче быть от себя. Но это привычная защитная реакция, это нормально. Это нормально. Считал о том, что мужчинам в сильных стрессах закрывается уход в пещеру. Они ноют, что мне делать в этом случае. Быть рядом. Быть рядом, демонстрировать ему позитив, демонстрировать ему открытость, выходить на контакт с настоятельно, но при этом не взрываться в него, да, а показывать, что несмотря ни на что, вы все равно идете дальше, вперед, и все будет, что... Он, конечно, может поступать так, но вечно ждать его не будет. Вот очень важно показать, что помимо него есть что-то еще. Вот это и его адрес видит, и вам тоже новые горизонты, горизонты новые откроют. Ну... Примерно так, примерно такая история. Примерно так я могу вот вам ответить на вопрос. На ваш. В целом, мне кажется, вам нужна модель своего женского поведения подкорректировать, и вообще определить с тем, а подходит ли вам мужчина, и почему вы выбираете отношения на расстоянии, и что вас объединяет. Потому что, на мой взгляд, вот, ну, исходя из того, что вы сейчас описали, но это просто что-то, что тоже похоже на то, что я человека встретила, вот, ну, просто вот я человека встретила, а он мне понравился, как мы как мужчина, мы начали сближаться, и все. То есть, в общем, вообще, ничего, ничего с нами, как бы, нет. Вот, он, мы начали общаться по-друге. Он, естественно, по-друге, мне это не понравилось, а почему не понравилось? Если мы общались просто по-друге, я считаю, что он мне, я считаю, что он мне что-то должен, а чего он должен, непонятно, из-за этого возникают разочарования, негатив и фрустрация. Понимаете? То есть, вот, больше ориентироваться нужно именно на себя. Ну, мне так, по крайней мере, мне видится такой ваша ситуация. Мне видится так ваша ситуация. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.